Ни в коем случае. Только не ругайся. Только чтобы не одного слова. Ни слова плохого, чтобы не сказали. Я говорю, не, мы последние крошки доедаем. Мы ничего не это. Мы спокойные люди. Слава тебе, Господи, слава тебе. Но выпиваем, бай. Из этого никак. У вас есть такая книга? Ну не, у меня такой книги Библии. Вот есть? У меня просто вообще книг нет. А как вы будете закон Божий знать без нее? А тут, я так скажу, бать. Тут все по-своему. Я не спорю в Бога верю. Бога прошу. Бога знаю. Не то, что когда мне сложно, я прошу. Я все это. Позиция моя такая, что в церковь, в храм, допустим. Я не хожу, честно. Единственное, что где вот крестили. Ты, бать, крещеный? Во сколько тебя крестили? Маленького крестили, как родился и крестили. Ну вот, видишь, бать, у тебя неосознанно ты крестился. Правильно? Родители верующие крестили. А я, бать, крещеный, в 21 год. То есть, я был там. Ты понимаешь, что тебя малым за алтарем проносили? Да. А я там ходил своими ногами уже в здравом смысле и уме. То есть, я смотрел. Я видел, а так там умерших стоит. Допустим. То есть, как вот это все происходит. Я вот посмотрел своим взглядом, увидел. То есть, у меня все осознанно это все было. Но, тем не менее, у меня жизненная позиция такая, что... Да Бог не по позициям нашим будет судить, а по закону своему. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих написано. Господь говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Ну да, я не спорю. Это все правильно. А то моя позиция. На наших позициях сколько людей, сколько голов. Ну, так ты, как бы, бать, ты же должен... Ну, как бы, если у тебя... Ну, ты поступаешь так, значит, ты знаешь, что у тебя, допустим, твоя судьба будет определенно, как бы... А знаете, слово судьба, златоуст говорит, это сатанинское изобретение. Судьба это в отформленном виде, что вот так должно быть. Оно не так. Иначе бы не было сказано, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. То есть, у человека свобода. Ну, прям непрерывно пьете и пьете. Еще огонь душите в себе. Это просто вода уже была. А вы знаете такое? В Библии написано, пьяницы сарствие Божие не наследуют. Они будут гореть в огне с сатаной. Вот тебе и взрослый. Да, а я и не спорю. Если мне суждено что-то... Ты же, вот, бать, говоришь, да, если я такой человек, да, то есть, ну, определенно... Знаешь, что у меня есть своя ноша, и я буду ее нести, понимаешь? Это пока здесь на кровати голой валяешься, чужих баб ждешь. У тебя и мысли такие. А когда попадешь в дурную обстановку-то, мне пришлось все пережить это. За слово Божие я пять тюрем прошел. На моих глазах убивали людей. И там вот эта дурь-то с головы сразу сойдет. А около меня там боксер, даже один такой чемпион, наверное. Можешь, отец, я рядом стану, убивают, убивают. А я молился, они около меня скитались, прятались. Нет, так я тебе говорю то, что вот, понимаешь, это жизненная ситуация может какая угодно быть. Я с тобой не спорю. Ты больше меня прожил, ты опытней. Но я тебе говорю со своей колокольни, понимаешь? Со своего. То есть я этим принципам придерживаюсь, как бы, да, и живу так, как... Неправильно, дорогой мой. Не принципам держаться, а заповеди Божьи, любви к Богу. Он умер за нас, Христос. Жизнь отдал. И мы должны за Христа жертвовать всем, для Бога жить. А не так, что лег на полу, лежишь, вот здоровый крепкий парень, и пьет, и пьет, и пьет. Ты что, в огне горишь? В лудной похоти сгораешь? Ты что, пьешь все время? Что? Я просто... Просто. Сок вообще. Я насмотрелся на этих просто. Да вот, смотри. Это сыворотка, короче, напиток. А до этого я водочки хряпнул. Ну, вот и получается, что ты веселый. А написано, горе смеющимся ныне. Плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на всю вселенную. Бать, я верю в Бога. Да крестик носишь, а в Бога ты верил бы. Написано, бесы веруют и трепещут. Бесы, демоны веруют. Вот, вот еще что придумал. Спаси и сохрани. Честно сказать. А Библия говорит, не делай наколок на себе и не пиши ничего. Библия запрещает это. Честно, вот крест три раза в жизни терял и беды происходили со мной. Прям реально беды. Я не знаю, как это, совпадение или не знаю, как это правильно назвать. И вот реально, короче, после одного раза решил, что эти слова должны всегда со мной быть. И сделал это. Именно поэтому только. Не потому, что это красивая надпись, это круто или еще что-то. Тут можно, обычно носят там, знаешь, как бы там, какие-нибудь иностранные какие-то делают там, что-то иероглиф. Только не ругаться, чтобы ни одного слова плохого не сказали. А то полку как вот дам от шелчком-то сразу. Хорошо, уговорил. Все, я понял. Вот смотрите. Бать, мы ребята нормальные, спокойные. Я вам скажу, когда я освободился, а у меня реабилитация пришла. Я политзаключенный был. Ну и я сотрудничал в тюрьме, помогал заключенным. Я их знаю, потому что я много с ними там был, сидел. Папе не боты избатять. Да, вот интересно. И парень говорит, как ты сел-то? Да мать виновата, мы пошли воровать. Она взяла поясок, а у меня, говорит, живые помощи написанные были. Я, говорит, она постирала, я забыл надеть и сразу попался. Вот так и вы тоже. Стер, стер там это. Стер да спер. А что бреешься-то? Зачем ты бреешься, верующий? Зачем ты бороду убираешь? Под женщину играешь? В смысле бороду? Ну, где борода-то у тебя? Нету бороды? Так мне нельзя. Это я сейчас, я сейчас в госпитале лежал. У меня реабилитационный период. Сейчас я временно негоден, короче. А что, в госпитале заставили вас бриться? Не-не-не, это не в госпитале. Там, где я работаю, нельзя. У меня есть стрижка, видишь, такая, что это... Ну, а какая у вас работа, что борода мешает? На севере работаете, наоборот, борода помогает, ангины не будет никогда. А ты врешься просто, говоришь, а лапшу на уши вешаешь. Да не, серьезно. Вы и военный. Я просто военный человек. Так, военный, слушай, загадку загадаю. Ну, давай. Много интересного. Слушай внимательно. Ну, чтобы было понятно, что мне 80 лет. Дальше все остальное из этого высчитывай. Вот. Когда человек служит в стройчую службу, ну, 18 лет призывает. За хорошую службу ему дают увольнительную. Сколько он в увольнительной может быть? Какой срок? Ну, вообще суточное увольнение может быть. Да не увольнение, увольнение. Просто, ну, вот, в выходной день ему выписывают увольнительную. На сколько часов? Какую неделю? Где это дают-то? Нет такого. С 9 утра до 6 часов вечера. О, ага. А теперь слушай внимательно. Загадка. Когда я служил в армии, у меня увольнительная была 1 января до 31 декабря. Срочная служба. 1 января? До 31 декабря. А кем я работал в армии? Я это задаю никому-то. Генерал-полковнику задаю. И он не может говорить, а такой должности нет. Я говорю, а в мое время была. А как у него январь и декабрь? Ну, это год. Ну, на год, на год. В январе пишут мне увольнительную. До 31 декабря. Я езжу по городам, везде все. В любом месте. Что за должность у меня была такая? В армии такая должность? Да. Ну, чтобы отмазаться, отмазаться. Так, подожди, не торопись. Не торопись. Когда я скажу, вы скажете, о, я не знал. Не-не, дай подумать, дай подумать, дай подумать. Неинтересно просто. Неинтересно, что за должность? Не, мы, подожди, мы в узком мысли. Мы именно в армейском этом. Это значит, скорее всего, там какая-то есть внутренняя такая скрытость. То есть, нам надо не как по-амейски думать, надо как-то по-другому. Да. Все равно, но взять старшину или помощника старшины? Мне сразу присвоили старшину. Даже мы... Я не был ни ефреатом, ни младшим сержантом. Слушай. Ну, это... Ну, два года он служил. Четыре. В то время четыре года служили. Это как? А так, в морфлоте. А, морфлот, морфлот. А потом, потом нас... В начале... Шестьдесят первых... Три года служили в морфлоте. Четыре. Не учи меня. Чего меня учить, когда я четыре года был? Не, ну, это, может, мы молодые. Не, морфлот, морфлот, но... А вот в армии было три года. Три года кричать ура, чем три года полумбра. В армии три года, а в морфлоте четыре было. И в это время образовывали ракетные войска. И набирали всех, у кого было образование, выше десяти классов. И мы стояли... Форма разная. Формы не было. Ну, дали только пушечки вот сюда повесить. Кого только не было. Ну, слушай тогда, такой должности нет. Меня поставили... Я кончил армию строительный техникум, ПГС. На отлично защитился. Отец у нас с фронта без руки. У матери три брата на фронте погибли. Ну, пролетарская семья. И меня направили работать в органы МВД. Строго режимный лагерь. А оттуда уже в армию загребли. И меня поставили работать техник, смотритель, воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Определять... Ну, ты загадал, честно сказать. Кому? Офицерам? Когда квартиру какую менять? Я должен был все знать про них. И дать отчет командованию. А они уже тогда решали, менять ему квартиру, повышать ли его там и прочее. Вот как Господь сделал. А почему они тебя поставили? Не знаю. Я занимался в армии. Я очень много занимался. Изучил все политические системы мира. Учил три языка. Английский, немецкий, французский выступал. И они видели, что я очень серьезно занимаюсь жизнью. И, видимо, поэтому меня туда поставили. А меня Бог нашел. Я увидел фильм, отверженный Викторией Гюго. И через этот фильм начал искать ближе Бога. В Бога я верил с детства. Но сознательно Евангелие только в 23 года я получил. И вот 56 лет я иду этим путем. 56 лет. Ну, правильно. Потому что все должно быть осознанно. В этом плане именно осознанность должна быть. То есть не слепо смотреть и верить в то, что ты не понимаешь. А именно узнать это все. У нас семья была беспоповская, кержацкая. Кержаки назывались. И священства не было. А тут я увидел, без священника спасения нет. Им Бог дал власть отпускать грехи. И мы присоединились к церкви. Мы православные открыты. Вот сейчас 2 июня. Вот оно рядом прямо. Мы строим с нуля православную деревню. И я в городе сейчас в Барнауле нахожусь. Но я поеду на один день. Подожди секунду. Сейчас, секунду, бать. Андрюха! Андрюха! Только не ругайся, смотри. Не ругайся. Не, я говорю... Я не ругался. Я вижу, что голос повышаешь из себя. Сейчас вырится какое-то. И все пропало тогда. Не, его... Его не слышит. Просто я грячу по этому. Ну, я уж боюсь. А как бы не заругался. Да ладно ты что, бать. Андрюха! Ты где? Он, видать, курить пошел. Я вот за 80 лет... Он же барнаульский. Андрей у нас барнаульский. Ну да. Вдруг мой. Я вот за 80 лет ни одному матерка не сказал еще. Ну, честно сказать, я не знаю, как бы... Ну, видать, так вот воспитаны вы все это. В моем понимании мат обязательный. Ну да. Я считаю, что культура речи, она всегда... Не культура. Ну, я понял. Все понял. Евангелие говорит, за каждое гнилое слово ты будешь отвечать перед Богом на суде Божьем. Не просто так. Я не спорю. С вернословить это плохо. А знаете, кто спорит? Кто ничего не знает? А кто знает, он возвещает истину. Ну, просто в этом плане, как бы, честно сказать... Вы знаете, мужики, у вас там второй лежит мужик. Вы запишите меня, звать, как величать. По скайпу вы меня найдете, Игнатий Лапкин. Если я вам потребуюсь. Теперь, если вы зайдете сейчас в Ютубе, у нас канал называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» вам будет там очень много данной информации. Вот мне Господь позволил, я после освобождения... Я в пяти университетах вел занятия, три радиопрограммы сразу, во всех воинских частях, в милиции. И у меня накопились вопросы. И я стал их отвечать и проповедь. У меня вышло 38 томов книг. Каждая книга, 752 страницы. И Господь Бог положил мне на сердце подарить книги библиотеке мира. Мы из Барнаула доехали в Владивосток. Вернулись, контейнер зарядили к границе и прошли до Лиссабона, Португалия. Скандинавию, Прибалтику, север. 650 городов посетили и сел. Бать, в этом плане я тебе так скажу, молодцы люди. У вас есть своя идея, у вас есть свое направление. Вы поставили себе цель, и вы приняли решение в жизни. Самое главное, вы сделали. Я считаю, принятое решение это очень серьезно. Потому что, допустим, мне 26 лет от Руду, я еще до сих пор не принял решение. Потому что позиция моя такая, что ты знаешь, как шалтай-болтай сейчас. Самый главный у меня принцип жизни, это не сидеть у матери на шее. Все. А днем лежать можно, да? Не ложись спать, не ложись спать, тебе боли выпиваешь. У тебя тромб один, и ты помер. А ты еще не жил. Это инсульт. Ты должен в движении быть, водки в рот не бери. Вот я мясо не ем лет 50 уже и живу. Ну, это вообще, у тебя прям, знаешь, как бы, ну, твоя жизненная позиция, у тебя позиция силы прям выражена. Да у меня ни грамма алкоголя нигде нету. Вот я когда этим занимался, это не мое, это Бог так сделал. Я все время сокращал сон, и он у меня дошел два с половиной часа в сутки. Дальше я уже не мог. И в это время, когда вот такое было, я насчитал 50 книг аудио. Это Библия, Златоуз, Жития Святых, Архипелаг, ГУЛАГ. И они все на нашем сайте. Не Ютуб, а сайт. И там 30 фильмов про нас сняты. Один занял первое место на международном киноконкурсе документальный. А второе, в моей биографии, первое место в России. Вам будет это очень интересно посмотреть. Вот тогда снимали на такие катушки бобины, не видео. Ну, я понял, что тогда техника такая была. Ну, техника и качество очень хорошее. Для Бога, когда ты просыпаешься для Бога. Понимаете как? Вот у меня 80 лет. Вот 10 июня мне будет ровно 8. Ну, рядом уже я со всеми. Я встаю, вот сегодня в 2.30 утра. В 2.30 я уже за компьютером. Каждый день я 16 часов сижу. 14-16. Письма со всего мира идут. Чего-то люди просят ответить. Вот у меня на Ютубе здесь 15300 роликов. Тысяч. Если вы зайдете на наш Ютуб, вы увидите, как мы с вами разговариваем. Не, а можно не надо это? Да, обязательно надо. Хороший юноша, который определяется, уже завтра он определится. Бутылки все выкинет, пить не будет. Ну, приятно слышать. Ну, не, просто как бы зачем это все? То есть я, ну, я бы не хотел бы, чтобы вы видели меня. Так, а знаешь, вот Протопопа-Вакуум, кто такой? Кто-кто? Протопопа-Вакуум. Нет, не знаю. А вот сейчас фильм Николай Достов, режиссер, поставил. Называется «Раскол», 20 серии. Старобрядцы как появились. Когда неконская реформа стала закручиваться. И вот Протопопа-Вакуум был сторонник старого обряда. И он говорил, бритье – это блудодейная ересь. Блудодейная ересь. Так что ты еретик, считай. Под каблучник. Тобой любая баба крутить будет. А борода тебе даст власть над ней. Она будет у тебя ходить по одной струнке. Ну, пока, пока, слушай. Пока тогда, получается, пока я... Мне можно бороду? Мне надо срочно жену искать, да? Сначала бороду отпусти. А так ты никто сопливый юнец. Ну, тогда уж не получится. Не успею я. Успеешь? Успеешь. Пока... Считай Библию, ходи в храм Божий. Выкинь все бутылки. Ничего хорошего там нету. Ничего доброго. Я не говорю, что это хорошо. И не рекламирую это. Не говорю, что так делали. Просто у меня свои принципы. Как бы я придерживаюсь. Вообще я, как бы, ну... Близок к тому, что... Ну, и понимаю то, что это не надо. Вот. Соответственно, ну, бывают моменты... Идите... Вот так вот. Ну, где там Андрей-то ваш? Да он что-то там по телефону сейчас разговаривает. Сейчас. Половина мужиков в этой чате рулетки-то голые валяются. Рубля не стоят. Раньше было как? Если человек хочет познакомиться, то он надевает офицерский мундир, там показать, какое... Но сейчас ничего нету. Только богатство ниже пояса. Поэтому раздетые лежат. Андрюха там ходит, что-то ругается по телефону. Я не хочу, что ты слышал. А вы знаете, Андрей, как переводится? Нет. Храбрый. Да? Ничего себе. А вы как звать? Меня Вадим зовут. Но Вадим, это, наверное, не наше имя. Нет, а у нас своих русских имен очень мало. Владимир, Владислав. Раньше было Борис и Глеб, это славянские имена. Вот Андрюха пришел. Так, вот ваш товарищ говорит, что вы из Барнаула. С Рубцовска. А, Рубцовс. Рубцовс самый преступный город в Алтайском крае. А Влад, куда знаете, если не... Так я в камере сидел. Сколько раз меня арестовывали. Как я знаю. На этап. Как только Рубцовские приходят, их шмонают, не знаю, по самой последней копейке. У нас там, да, у нас там сколько? Четыре или пять, наверное, зон находятся. Понимаете, в какое дело-то, что в КПЗ можно держать 15 дней. Поэтому его привезут, следователи допрашивают. 15 дней прошло, они, чтобы не нарушить устав, по этапу к нам в Барнаул в тюрьму. Он сидит месяца три, ждет вызова. Опять повезли. Они друг друга грабят. Рубцовск, это... Ребята такие, безбожники. Мать, а ты сидевший, да? Еще бы. Я за слава Божьей сидел. А как-то сидят передачку там. И женщины все, ну, во время там обеда, окошко закрыли. И все жалуются. Моего сына взяли ни за что. Другой тоже ни за что. А моя мама сидит, Мария Егоровна, и говорит, ой, бабоньки, как вам тяжело. Дети-то ни за что страдают. А мой-то... А мой-то... Слушай, а мой-то, говорит, за что? Как за что? Так я его благословила на это. Женщины на него смотрят. Да как это так? Я благословила. Он обречал правителей, писал в партию, в ООН везде писал, что живут неправильные. И Евангелие издавал. Поэтому моя мама благословила меня. Ну, то есть он, ну, получается... Это как? Это репрессия была? Да. Статья называется «190 прим» была. Я вот в камеру захожу, в камеру, первый раз, допустим, на этапе. Я зашел, только перекрестился. Мир дома сему. Сюда камера зашевелилась. А там в три раза больше набито, набито просто где-то. Сразу пахан подойдет. Ну, старший там бывает вор в законе там или кто-то. По какой статье? Я говорю, «190 прим». Что, ментаг грохнул? Нет, я говорю, это 190. А это 190 вверху апостолов стоит. Я не слыхал. Даже не слыхал. Я говорю, она гласит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественные государственные строители Советского Союза. Я молился, везде говорил, писал. А за веру-то как бы садить нельзя. 142 статья была тогда. Если мы в другом месте помолились, не в церкви. А церковь-то все там продажная уже. Все КГБшники подмяли. А мы не покорялись им. И поэтому... А, дед, а получается, ты не застал в Великую Отечную? Это родители, да, застали? Нет. Почему? Я с детства верующим. Мы беспоповцы, киржаки были. А в 23 года мне в руки попало, дали Библию. И уже через полчаса я был другой человек. А в это время я работал на Балтике, на корабле. Учился в мореходном высшем училище. Добился разрешения три курса сдать за год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. Перед мной широкий путь открывался. А в душе пустота. И тут мне Бог осеял в свет. И 56 лет иду этим путем. Это случилось в 62-м году, 27 сентября, в 17.00. Город Венспас, Латвийская ССР. Бать, а ты 39-го, да, от роду? Да. Вот 15... Это 10 июня мне будет ровно 80 лет. Ну, 39-й год, да, получается? Ты ребенок войны, да? Да. Тут что-то давали, которые дети войны, что-то. Я не пошел. Что-то позорится. Не, ну, тоже, знаешь, как бы... Мне большую пенсию дали, советская власть. 35 лет стажу на работе, на стройке провел. Я печняком был. Прорабом уже мне не дали, когда я уверовал. До армии я работал в органах МВД прорабом. И мне сейчас пенсия идет 8141 рубль 33 копейки. Ой, разгуляешься, бать, смотри. Такие деньжищи дали. Ну, главное, что мы ни Путина не ругаем никого, мы молимся за них. Мы каждый день молимся, Господи, в разуме правителей, дай им страх твой, пробуди совесть, чтобы сдавали мудрые законы. Дабы дали достойную жизнь людям, было бы из чего уделять нуждающимся. Это как в Китае, допустим. Ну, я про Китай. Допустим, люди, которые в Китае отработали, допустим, там те положенные 40 лет отработали, неважно где на работе, им платят нормальную пенсию, что они позволяют себе. Они просто, когда выходят на пенсию, они не сидят на месте, они просто путешествуют, они отдыхают. Потому что они заработали это. Им государство платит такую пенсию нормальную и большую, что они отдыхают и просто, просто отдыхают. А у нас, не знаю, у нас коммуналка. Я вот не представляю жизнь пенсионера, честно. А вот представь себе, сейчас скажу, вот такая пенсия у меня, что на ее издать? А в это время я издаю 38 томов книг, отвечая на вопросы студентам, 5 университетов, 3 радиопрограммы веду. И дальше Бог положил на сердце подарить это в библиотеке мира. И мы покупаем газель. А где деньги взяли? Бог дает. Едем с Барнаула до Владивостока. Потом до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Север. Проходим Турцию, 6 мусульманских республик, 650 городов. Это за 3 года мы, 120 тысяч километров. А где деньги? Вот мне надо ехать. Я молюсь. Вот моя лестница. У меня дома находятся, ночует вот здесь, вот это вот видно, я чуть на раме не назвал. Палать, палатье. Заговоришься с вами. Вот. Я говорю, давайте помолимся, чтобы Господь мне в деньги послал. Мне ехать там надо или книги выкупить. А они говорят, а откуда деньги? Откуда я знаю. Бог знает, я не знаю. Ну, помолились. И вдруг полвторого ночи звонок. А я так холодно в избе-то. Я вылазить из-под идеала неохота. Он ведь всем сказал, после девяти не звоните, личное время. Про себя подумал. И вдруг звонит. Алло, это Россия. Россия. Это не Барнавол. Я говорю, Барнавол. А вы кто будете? Я говорю, Игнатий Лапкин. А кто из вас был с Сакраменто? Я говорю, это мой брат. Он протеерей, священник. Так вот у нас умер дядя Климент. А говорят, у вас церковь, а имя Климента. И там молитва особенно доходит. Я говорю, нет, это лагерь детский. Я начальник детского лагеря. 45 лет был. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. И они говорят, а нам разницы нет. Мы вам деньги и в Эстерн-юнион сейчас вышлем. Я утром пошел, деньги уже в руках. А я иду и думаю. Отец, извини, ты из Барнаула? Да, из Барнаула. Блин, ну это сибиряки. Я Рубцовский. Я с Рубцовского. Так я тебе только что и говорил про это. Почему я спрашивал? Я в Барнауле живу. В Барнауле. Около Старого Базара. Я Рубцовский. Вы меня сбиваете, я попутно скажу. Вот этот дом, и тут второй большой стоит. Такого нет во всей России. А что такое? Когда меня осудили, у меня изъяли тон-студию. В это время я насчитал 50 книг на пленках. А в то время ты что-то напечатаешь. И 15 магнитофонов. Самый современный, Маяк 205. А там три скорости, на 19 было. И одной кнопкой 9 я заряжу. И только вот так то идут и идут. Всю страну наполнил. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуз, Жития. Ну, тысячи пленок. И меня прихлопнули. И теперь, когда я освободился, сначала помилование было. 15 марта 87-го года. Интересно. Обедаем в столовой. Я все это попутно говорю. И в это время кто-то там из хозообслуги, это баландеры-то, кричат. Тут, говорит, статья какая-то в газете. Какое-то помилование пришло. Какие-то статьи интересные. А это 190 прим и 70-е. Антисоветская власть. Но это строже было. Я говорю, а какая статья? 190 прим. Я кричу, второго не надо. Пошел на свободу. Ну, интересно, еще дней 10, наверное, поддержали. Вот дисциплина где. Указания. 5-го числа в апреле. К 2-м часам дня, чтобы я был за вахтой. Как там бегали? Бросай все. Время-то уже второй час идет. Мы даже... Не минуты, чтобы не было. Там... Я никогда не знал, что такое. Я говорю, мне надо к начальнику тюрьмы, лагеря пойти. Тут что делается, я скажу. Центральный комитет сейчас поеду сразу рассказывать. Но меня все-таки провели туда. И вот теперь, когда я освободился, а в 90... Это что, 87-й год? Помилование. А реабилитация пришла только в 92-м. 4-го января. А я подал в суд. Я реабилитирован. Они обязаны вернуть мне что? А возвращать-то и нечего. А там пленки. Главное, это пленки-магнитопоны. Общие государственные нормы, это я сделал... 11 миллиардов стоило. Охренеть. Ну, это не деминированные те. Деньги-то. Ну, и 11 лет шел суд. Мурыжили. Лукавили. Дело потерялось там. Ну, тут бог так делал. На мою сторону глава администрации, прокуратура, прокурор края, генерал-лейтенант, мы близкие, знакомые. Ну, и все помогали. И, наконец, вызвали и сказали, давайте решим до конца. Руки-ноги ему не вставишь. А меня пытали, когда... Психиатрия 26 лет меня мучила. В морозилках держали. И я еще ни одной таблетки не съел. Самое чудо-то божье какое. И вот теперь, когда 11 лет прошло, и суд выиграл. И вмешался в президиум Верховного Суда СССР. Я пошел к начальнику, это называется, как он, какое-то слово, председатель краевого суда, Пашков Виктор Иванович, генерал-майор. Он говорит, чтобы гражданское дело, и так перевернуть, это первый раз, говорит, такое. Ну и когда решили, оплатить главное, КГБ в стороне осталось, а ответчикам городская администрация, потому что через них пленки куда-то ушли. А у них нет денег. И Бог дает судебного исполнителя, женщина, она поставила условие, пока с Лапкиным не рассчитается, все бюджеты будут арестованы. Ни один учитель не получит. А у них нету. Они меня тогда вызвали, говорят, что будем делать? Я говорю, нам нужна недвижимость. А сколько? Я говорю, молиться, нам надо храм построить здесь. Ну я смотрю, председатель железнодорожного этого района, Петров сидит, у него там приемная, но большое так, метров сто квадратных. Я так подумал, думаю, а была не была. Я говорю, вот как с приемной, это сто квадратов. А мне дали 226 квадратов. И приехал мэр города, Баварин, может слышали, он в десятку лучших мэров в России входил. И вот в этом месте сейчас я живу. Мы храм построили, а в другой, ну домик второй, 6а, я тут живу. Благодарящее Бога. И все это вызвали, не вызвали, а как сказать, центральная наша газета, тут все засняли. И статья огромная, в Алтайской правде. Лапкин предпочел храм недвижимости. Большая, огромная статья была. Вот как Бог сделал. Притом, ничего тут я не делал, Бог делал, все Бог делал. Ну, значит, в жизни такой нам нужно было и так, чтобы вот так это все посмотрите, мы за одну поездку поехали когда в Лиссабон, Португалия, от Барнула. У нас на топливо ушло только, на горючее, 440 тысяч рублей. 440 тысяч. А где взять? А мы молились, и у нас в Швеции поломка была. И вот как Бог делает. Мы сразу сообщили, у нас поломка. И нам какой совет пришли? Сейчас высылаем деньги, покупайте иномарку, а эту машину бросайте, на другую садитесь. Незнакомые люди. Это когда Богу доверяешься, Он все это делает. Господь, ты только успевай благодарить Его. Поэтому мы 7 раз в день, это 3 святое, 100 поклонов, не меньше 7 раз в день на молитве. Вот хорошо, что я встретил Рубцовского. Это вам знаете, как будет? Вы на наш YouTube зайдите, Во свете Библии называется. Как? Во свете Библии, свет, свет Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вы запишите, потеряете все. Чего ж такие ленивые-то? Сейчас Вадим запишет. Сейчас запишет. Давай. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Надо мне отправить, чтобы пришло. Вы завтра, завтра утром, увидите этот ролик, сами себя посмотрите. Во свете. Во свете, как правильно? Во свете Библии, Игнатий Лапкин. У нас там не много, 37 тысяч подписчиков и 36 миллионов просмотров. Вот, записываем, сейчас записываем. А вот если вы через Гугл зайдете во свете Библии, Игнатий Лапкин, то же самое, но только сайт напишите. На сайте там все мои книги, государственные фильмы, она снятая, три фильма. Вопросы, ответы, которые отвечают. Так приятно, так приятно, блин, сибиряков своих, это, да, общаться с ними. Мне тоже приятно. Это не... Не храни. А вы что безбородые-то? Я сейчас ему говорил, это блудодейная ересь. Это знак власти над женщиной, чтобы не подкаблучником был. Бороду не трогайте. А вы пос... А вы пос... Так, ты тихо. Смотрите, даже... Вожди атеизм... Минутку, вожди атеизма. У Фридриха Энгельса какая борода? У Карла Марста поменьше, у Ленина клинышком, у Сталина усы, а у Хрущева на голове ничего нету. И все один за другим так и идут. Отец, спасибо тебе за все. Блин, прям как-то это... Ну, надо, что все равно, это принялось. У нас со мной в камере сидел Анин Рубцовский. Интересный мужик такой, а другой из Бийска был. Он обратился, вместе молились. А этот хороший парень-то, а он работал с цепщиком вагонов, и повадили лук воровать. И у них, говорит, когда поймали, статья была, горе луковая написана была, говорит, статья. А соседка была, она, говорит, бывала, она говорила, Володя, да играешься, небо в клеточку, говорит, да рвашка в полосочку будет. В Бийске я, кстати, служил, я в срочную службу служил, армию в Бийске. У нас тут большая авария произошла на днях, на дороге в Барнол-Бийск. А, это не про женщину? Да. Юлия, 36. Нет, это не Барнол-Бийск, это Барнол-Групцовск, в Олейск она ехала. Ну, в газете я так просчитал об этом. В это, где ее... Женщина, чтобы спасти своих двух маленьких ребятишек. Трое, трое. Три, три ребенка у нее было, три, она вышла. И она пыталась фуру остановить, а он ее... Нет, два, 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 два. Пишут, пишут, в интернете пишут, три ребенка сидели сзади. Нет, два, два было. Ну, мне разницы нету, я же как считал, так и говорю. Молодец, ну, ты вот тогда как оцениваешь? А еще оцениваешь? Если она была верующая, верующая была. Один вопрос, если была неверующая, худо будет. Верующая... Вы пинулась по фуру, чтобы спасти своих детей. Понимаете, у Бога другая шкала измерения. Вот я показываю этим, вот смотри, я говорю, ты читал эту книгу? А когда мусульмане, они начинают, у нас другая книга. Я говорю, может быть, вот это? Расскажи, расскажи, расскажи вот про вот эту ситуацию. Ну, ситуация такая. У Бога другая шкала измерения. Мы должны с этим согласиться, мы Божье творение. Она все равно, она спасла своих детей. Ну, вы вопрос задали, не выслушивайте. Библия написана, глупый тот, кто дает ответ, не выслушав. Так что не будь глупым, слушай внимательно. Я старший вас, вы обязаны слушать все. Да, прости, 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 пожалуйста. Если она была верующая, умерла она за детей? Нет, Библия не это учитывает. Приняла ли она жертву Христа, что он умер за нее? Учила ли она детей этому? Тогда вопрос один. А если она была неверующая? Ну, неверующие коммунисты, и фашисты были, и спасали другие, друг друга спасали. Вот Адам с Евой согрешили, ели плод. Вот, заметьте, ну, что такое плод? Ну, одно, там, неизвестно, какой плод, познание добра и зла. Ну, как яблоко, допустим, груша. Что за это? У Бога, за то, что съели люди, все стали смертны. Уже умерло больше ста миллиардов людей за этот поступок. Больше ста миллиардов. И поэтому судить о людях, о поступках надо только во свете Библии. Что она говорит? А Библия говорит, верующий в Сына Божия, Христа, что он умер, имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Как бы он не умер, кого бы не спасал, не увидит. Он умирает в грехах и идет в ад. Если она была верующая, то она святая женщина. Значит, короче, не важно, что она пошла. Отец, ну, все равно. Там, я так понимаю, это мы смотрели с супругой это видео, ну, происшествие и все вот это на видео снималось. Это мы все видели. Ну, получается, там одному ребенку, я так понимаю, года три было, другому пять лет. Они еще не понимают. Им, если скажи, просто, кто такой Бог, они просто, они еще не понимают вообще, кто такой Бог, что он. Ну, они просто это не понимают. Ну да, еще осознанно. Они сидели в машине, а их мама просто побежала на машину, чтобы остановить ее. Чтобы остановить. Она кричала, там, глядала, руками махала. Это ничего, то есть, не остановило. И получается, она просто, напросто, ну, фура едет, машина, она просто ее сбивает. и тогда водитель только осознал, когда, ну, момент удара, момент удара, и он начал оттормаживаться, оттормозился, и как раз перед этой машиной, где сидели двое ее, ну, дети, дети, да, сидели, там, 3,5 лет где-то, вот так, мальчики, два мальчика сидели. И получается, фура, она, когда маму сбила, она оттормаживаться началась, она задела машину, но задела уже на малой скорости. Мальчики получили, буквально, ну, они сотрясение мозга получили, они в больнице, и то, им даже буквально сутки прошли, даже вот этим маленьким детям не сказали, то, что ваша мама погибла или умерла, то есть, даже родственники не знают, как это сказать, это сутки уже прошли. И эта мама пожертвовала для спасения своих детей, да, она кинулась, кинулась, прям просто кинулась на машину. И тут получается, что если она не верила, если она не верила, знаете, я вам сказал закон Божий. Есть такой фильм, называется «Сбежавшие из ада». «Сбежавшие из ада». И он там говорит в аду, что видел, хороший человек такой, а там в аду много хороших. Очень. Это нам показывают такой-то, такой-то там был. У Бога другая шкала измерения. Вот разбойник убивал всю жизнь людей, а Христа распяли, и он рядом. Один разбойник хулит его, то есть, ругает Христа, смеется, а другой говорит «Помяни меня в царстве твоем, я виновен». И Господь говорит ему «Сегодня же будешь со мной в раю». А он ничего не сделал, только покаялся. Разбойник. Никого не спасал, только убивал. Так что мы должны сойти со своих человеческих представлений на Божье. Вот в этом свете, в этом ракурсе нужно все рассматривать. А женщина что, ее сбила, говорит, левым колесом фура, а задним, она, говорит, намотала на колеса все, что от нее осталось. Не просто задавил. Мы можем, только зная это, помолиться, Господи, помилуй эту душу, а ничего больше сказать не можем. Ну что, давайте расставаться. Ладно, бать, хотя посмотрим твои видосы, зайдем. Я записал это. Да, вы завтра увидите там. Вы как хотели бы назвать? Давайте, назовем ролик, как назовем? Да не, не надо нас выкладывать. Да я с вами, что, я не спрашиваю, это я спрашиваю, в ютубе спрашиваю, а тут любой хоть что делай, снимай. Да не, не надо ничего, вообще не стоит. Да что ты разговариваешь, о чем? Это интересно. Вы не ругались, по-хорошему были, что прятаться? Пусть люди учатся разговаривать. Вы сочувствуете женщины, рады за детей, что спаслись. Сегодня это пример. Вы сказали, что пить так не будете больше. Я говорю, заматерись, а тебя как в лоб сейчас шелкану, шалбанщик-то. Материться, сквернословить. Да, нельзя, нельзя. Это страшное дело. Так.